Это моя специальность, да? Ой! Ой! Боже, а я... Очень страшно. Я еще хочу, чтобы обратили внимание на приват-банк. Вот посмотрите, как интересно будет устроен приват-банк. Кроме того, что ни с какой стороны к ним не доступится, прямо на фангусе у нас терминал. А можно и доступить? Ага. Сейчас еще. А можно, молодой человек? Вы мне подадите руку, потяните, если мне поможет. То есть тут ты сама не можешь на этот панк? Естественно, что не могу, потому что он больше, чем 2,5 сантиметра. 2,5 сантиметра, это то, что я не преодолею. Да. Значит, я въезжаю сюда. Тоже банкомат? Да. Если мне нужно восстанавливаться, например, вот два банкомата. Сюда понятно, не нужно? Это не у тебя? Естественно. Фангус, конечно, не особо нормативный. Мне приходится людей просить, возможно, потому что тут какие-то углы, тут какие-то выемки. И вот я каким-то образом должна закрепиться возле этого банкомата на этом пандусе. Я не знаю, кого, да, но я чем-то тоже воспользовалась. Может быть, я имею в виду носовые карточки. Вот для кого? Вы понимаете, возле? Мы бываем в том, что мы сроком. Вот все эти элементы, они абсолютно ни для кого не нужны. Кроме того, для людей с проблемами зрения. Нету контрастной полосы. Вот если мы отсюда встанем, все абсолютно ступенечки сольются. Либо в темный промежуток времени, либо для людей с проблемами зрения. А если бы была первая ступенечка и последняя, очерчены правильно, а потом, не дай бог, вот скажем, это вы видите, что там последняя ступенька, она какая-то неформатная, да? И в том числе и оттуда. А если человек с проблемами зрения и не увидит этого, он просто упадет. Либо невнимательный человек. Там вроде такие действительно мелочные доработки. Открываются двери, не нужно назад отъехать. Там преодолеть. Как-то эти двери поддержать. То есть натяжение двери тоже не должно быть больше, чем определенная норма. Ну, в данном случае 2,5 килограмма. Продолжение следует...